И далее говорим с заместителем главы администрации президента Валерием Чалым, он с нами на связи. Валерий, здравствуйте, спасибо, что присоединились, нашли время. Первый вопрос, касательно последней информации, чего ждать от Совбеза ООН? И какой видите ситуацию вы и президент на востоке Украины? Она критична, понятно, что дальше? Валерий, здравствуйте. Другой момент, я думаю, что мы не будем конспонсором этой резолюции, то есть не будем автором, но мы не будем блокировать такое решение. Потому что эта резолюция, в том числе, и фиксирует территориальную ценность и суверенитет Украины, независимость Украины и подальше заходы для того, чтобы действовать именно в ООН. Мы закликали уже сегодня ООН действовать решительно, как и ОБСЕ, висловить протест против того, что было сделано, как и Европейский Союз, который поддерживал Німеччину и Францию с их мандатом на переговоры мирные. НАТО, где генеральный секретарь заявил про поддержку такого мирного плана. То есть сегодня брутальное порушение. Украина поддерживает всех своих обязанностей. И весь мир должен в ближние дни дать решительную оценку такому порушению. С боку тех, кто был и подписатом как раз комплексу заходов, а я напоминаю, что там были подписи и тех, кто ранее в Минске подписывал представников так званых ДНР, ЛНР. И самое главное, декларацій, которую затвердили лидеры стран, участников нормандского формата, президент России Володимир Путин, канцлер Німеччины, президент Франции и президент Украины. Мы требуем выполнения. Первое, это припинение в огне. Стало безумовно и надежно, что порушивается полностью сейчас. И, очевидно, сегодня мы ждем такой оценки света. Свет должен проявить солидарность с Украиной. Я думаю, что так и будет. Валерий, ну а кроме ожидания вот этой оценки, какие еще дипломатические инструменты остались у Украины для решения этой ситуации? Или они уже исчерпаны? Нет, просто сейчас, очевидно, что мы готовились до разных сценарий. Мы не думали, звичайно, что будет так брутально все порушиваться. Но Минск, это основа, в принципе, еще не сруйнована, как вы называли, что папирцы. Нет, это не папирцы. Это кто-то пробует их сделать папирцами, что мы не дамо сделать. Потому что нужно выполнить все, про что договорились. Весь комплекс заходов. Поэтому никому не вдастся это все сруйнувать. А другая вещь, что дальше для выполнения и имплементации нужны, может быть, додатковые заходы. И я думаю, что и Европейский Союз, и НАТО, и Краины Захода мают подумать, какие подальше заходы тиска на агрессора мают быть застосованы. Хорошо, Валерий, если все вот эти механизмы не сработают, какие варианты развития событий, урегулирования этой ситуации сейчас обсуждаются в администрации президента? Я знаю, что вы недавно только вышли с очередного совещания с Петром Порошенко. Очевидно, в різных форматах президент проводит постоянную координацию как силового блоку, так и дипломатичного. Но это все взаимопоединяно. Щойно завершилась разума и с канцелем Немеччины. Очекается разума с президентом Соединенных Штатов. То есть, эта работа ведется. Заходы, я думаю, что вы увидите завтра. Я думаю, что эти заходы будут абсолютно чуткими и действительными. Главное, чтобы были эффективными, действительно. Я еще раз наголошу. Мова не про то, чтобы втратить час. Мова про то, что идет постоянная работа. Мы готовились, еще раз скажу, до разных сценариев. Но сегодня, очевидно, что та оборона, которая держится, и вы слышали про то, что держат оборону, мы должны просто понимать, что сегодня должно начаться отведение войск. Всыми сторонами. Вже сегодня. И они не хотят дать этого возможности. Они хотят все сделать так, чтобы уничтожить мир. И это понимают все уже в свете. Поэтому наступный период уже не будет тех, кто гарант, кто не гарант. Будет только ответственная сторона. Россия и поддерживаются им и сепаратисты. Найманцы, которые сегодня за указками из Кремля фактически руйнуют мир. Валерий, здесь я с вами только соглашаюсь, потому что реакции мира. Вот сейчас буквально через минуту я буду говорить. Спасибо вам за то, что вы нашли время. Я знаю, что у вас действительно плотный график сейчас в эти дни. Еще раз спасибо. Это был зам главы администрации президента Валерий Чалый. Отвечал на вопросы подробностей. Спасибо.